Приветствую вас, я ознакомился с вашим текстом, прочитал его, давайте попробуем с вами разобраться в том, что вы чувствуете, давайте попробуем проанализировать то, что вы написали. Вот, и, значит, найти какие-то для вас пути решения проблемы. Значит, ну, первое, у вас есть, на мой взгляд, противоречия. То есть, вы говорите, что вот, я, значит, испытываю слабость сильную, но при этом, вы говорите, что не можете расслабиться. Вот, нужно, для начала, определиться с нашим состоянием. Так, вы не можете расслабиться, или у вас слабость постоянно? Потому что, понимаете, противоречивые, получается, у вас, ну, ощущения. Далее, по подписанным вами симптомам, я бы рекомендовал обратиться к сообщу и медицинское обследование провести. Потому что, вполне возможно, что у вас какая-то медицинская проблема, вот, а не психологическая. Это первое, по поводу первого, что вот у вас затрудненное дыхание, и тогда вы говорите, что у вас нарушено, все нарушено. Ну, что это, что все, не очень понятно. Вот, что очень сильная слабость, это, к врачу, это к врачу, к врачу, ну, терапевту на аналоги проверять, смотреть, что у вас там и так далее. Далее, ага, ну, что, еще как будто в последнее время я потерял уверенность. Так, а вообще у вас уверенность была? Ну, вообще. Просто вы ее потеряли. А, давайте попробуем, подумать с вами, что произошло. А почему вы потеряли уверенность в силе? Вы. Ведь что-то же случилось. Вы же какие-то вещи, какие-то события, которые с вами произошли, видимо, восприняли на свой счет, получается, раз потеряли уверенность. Вот, и давайте попробуем подумать, какие именно обстоятельства с вами произошли, и почему именно их вы приняли на свой счет. Да? То есть, следствие чего, вы потеряли уверенность. У меня есть способности грамотно излагаться, красиво разговаривать. Так, ну, способность, способность грамотно излагать свои мысли, она у вас была приобретена, простите, в результате чего. Как вы ее получили, способность, разве у вас неврожденная была? Вы же ее приобрели, правильно? Вот. Значит, соответственно, давайте как-то вот попробуем определить все-таки как у вас это проявляется, что вы можете грамотно излагаться, как вы говорите. То есть, если говорить о грамотности, то понимаете, не очень это верно, да? Говорить грамотно излагаться. Как не говорят грамотно излагаться, говорят грамотно излагаться свои мысли, например. То есть, вопрос о грамотности. Как у вас это проявляется, я хочу понять, чтобы вы объяснили, как это у вас именно проявляется, то, что вы грамотно. Далее, красиво разговаривать зачем? Для чего вам красиво разговаривать? Ну, именно вот, именно разговаривать красиво. Вам зачем? Для чего? Вы какую цель преследуете? Тогда хотите вот грамотно разговаривать? ну, в принципе, вы ответили на этот вопрос, вы сказали, что вам нужно быть в центре внимания. Вот. то есть, вопрос здесь такой. Зачем вам быть в центре внимания? почему вы любите быть в центре внимания? То есть, если мы говорим о том, что вы любите быть в центре внимания, то, соответственно, это говорит о том, что вы значит, ну, вы знаете в одобрении других людей. Да, вы знаете в том, что вас одобряли другие люди. вопрос заключается в следующем. Для чего вам одобряли? Для чего вам оценка людей? Почему вы не знаете с ней оценки? Получается, что ваша уверенность зависит осп от всяких других? Так? Или я ошибаюсь? Соответственно, как это тогда можно назвать уверенностью в себе? Ну, то есть, какая же это уверенность в себе, если вы от других зависит и в центре внимания любите быть? Здесь вот тоже нужно немножечко подумать. Здесь тоже нужно немножечко по... ну, поанализировать. анализировать. Посмотреть, что у вас, как у вас и так далее. Так? Дальше. Дальше. Давайте посмотрим, что дальше. Так, значит, ну и везде у меня получается красиво излагать. Не так, с 7 летни. Так, а с какими людьми у вас не получается красиво излагать? и как вы этих людей ну, дифференцируете? Чем эти люди как бы ну, отличаются от других? Как они воспринимаются вами? Понимаете ли вы, что что вот ваша способность ваша способность ну, хорошо выражаться, да, грамотно и так далее, она напрямую зависит от того, как вы воспринимаете людей? От вашей мотивации выглядеть для этих людей ну, как-то хорошо. То есть, если вы хотите быть перед человеком выглядеть здорово, то вы скорее всего испытываете проблемы. А то у вас именно сверхмотивация сверхмотивация наша ну, быть для этого человеком, например, интересным собеседником, ну, допустим, допустим, вот. Соответственно, возникает вопрос, а зачем? Почему для вас это важно и каких людей вы воспринимаете, например, как ну, как тех, кто ниже вас? И почему вы вообще считаетесь эти люди ниже вас? То есть, грубо говоря, дифференцируете людей на какой-то, ну, на какие-то ранги, на какие-то положения и так далее. Мне очень важно обчерпанное мнение. Вот, например, я сказал, если вам важно ответственное мнение, значит, у вас отсутствуют собственные представления о себе. Какой вы, человек, сами, без общественного мнения? Что представляете вы из себя сами, без общественного мнения? Вот, это, пожалуй, является самым главным, если мы говорим о том, как вам вновь обрести уверенность в себе. Потому что, если будете примиться к общественному мнению, то уверенность в себе вам ожидать не стоит. Потому что общественное мнение, оно меняется постоянно, ну, или даже, или, может быть, не постоянно, но все равно оно меняется. и вам придет очень несладко, если вы будете уделять ему много внимания. То есть, общественное мнение, это общественное мнение, но, как бы, свои ценности, свои силы, и свои ориентиры, да, их забывать не стоит. У меня такое чувство, что вы ориентируетесь исключительно на других. Соответственно, нужно подумать, чем это продиктовано. Допустим, с этим человеком разговариваю, и бывает трудно услышать, потому что я засыклен на своих мыслях. Так, а на каких мыслях вы засыклены? Вот, вы говорите, что я засыклен на своих мыслях. А что это мыслит у вас? Какие мысли? То есть, это мысли там, я не знаю, связаны там, с этим человеком, с которым вы общаетесь? Или эти мысли связаны с чем-то другим, например, с теми проблемами, которые волнуют вас? Или, может быть, еще что-то есть? Что именно? Какие мысли? Вы об этом не пишете ничего? А это важно? Далее, значит, мне кто-то говорят, а я не слышен совместенника, могу просто кивать головой, типа, понимаю. Ну, очень спокойно на защитную реакцию, то есть, вы защищаетесь от чего-то. От чего защищаетесь? Правда, не очень понятно, потому что вроде бы вы хотите общаться с людьми вроде бы, но в то же время вы говорите о том, что вам не интересно общаться. То есть, нужно как-то определить это все-таки. либо интересно и вы общаетесь, либо неинтересно и вы не общаетесь. То есть, вот, по-другому не бывает. Если вы говорите, что вам важно мнение других людей, например, да, вот вы поставили себе цель. А цель значит, ну, расположить в себе человека, допустим. Как вы можете его расположить в себе, если вы, ну, его не слушаете? Вот так. Ну, я понимаю, что это невозможно. Ответственно, здесь в конфликте мотивов получается. у вас какой-то мотив ложный. Какой-то мотив, он не ваш. Скорее всего. Далее. Значит, ну, опять-таки, смотря кого. Ну, и вы не раскрываете смотря кого. А смотря кого. вот, как вы людей подразделяете на того, кого стоит, слушать, кого не стоит? И почему вы вообще связываете себя, свою жизнь с людьми, которых вам слушать, ну, объективно не хочется? Зачем тогда с ними общаться, взаимодействовать, для чего? как-то вот это тоже надо вам уточнить на самом деле. Так, не поменяя фильмы, очень трудно сконцентрироваться, но это к врачу проблема концентрации, это к врачу пока что. Если проблем у врача обнаружено не будет, то тогда абсолютно можно говорить о психологической природе. Но тут ведь какой момент? Сознание оно ничего просто так не делает, и если вы не хотите сконцентрироваться, значит нравится есть какие-то причины. для этого есть причина, особенно если раньше вы концентрировались все-таки. То есть если раньше все было в порядке у вас, а потом соответственно что-то произошло, ну плохое. У этого есть причины. И нужно вот чтобы эти причины были вами выяснены, выяснены, ну либо психологом, чтобы вы это сделали, либо ну либо сами подумали об этом. Вот. Дальше. Страхи какие-то боязнь и провала, что-то не получится. Так, ну это страх и удач. Страх и удач это вы скорее всего боитесь не самого страха и провала, а скорее вы боитесь того, что за этим последует. то есть из-за провала из-за провала у вас может поменяться например свои представления о себе. То есть вот у вас произошла неудача и вы стали хуже о себе думать. Соответственно. а вот ну вопрос тут в принципе в том только почему так? Вопрос именно в этом почему так? То есть почему вы хуже думаете о себе или можете хуже о себе думать значит если ну если у вас будет здрава. Вот. То есть я думаю что это вот обязательно обязательно прямо нужно выяснить вам что стоит за страхом неудачи. Какая стоит особенность страх чего у вас. Вот. Ну я думаю что на эту тему нужно подумать обязательно. Ладно. То есть тут работа за страх с ним идет. Так. Боюсь что кто-то не так обо мне подумает. Но опять же опять же у вас как бы противопротиворечие здесь. То есть вы говорите что я боюсь что обо мне кто-то не так подумает но при этом вы сами не слушаете людей вы не слушаете их и соответственно если вы не слушаете то как же как же о вас могут хорошо подумать это невозможно ну именно если мы говорим если мы говорим конкретно о мнении о мнении на вот вот здесь тоже наблюдается такое противоречие немного к сожалению так хорошо давайте дальше вообще я с вами по натуре люблю быть центром внимания когда нет центром внимания у меня падает настроение ну соответственно здесь к вам будет вопрос такой почему 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 так то есть почему у вас только в центре только в центре в центре внимания повышается настроение а сами по себе вы что значите сами это себе вы что из себя представляете вот это в принципе такой очень важный момент потому что если вы допустим хотели бы что-то поменять да себе то я думаю я думаю что если вы действительно хотите себе что-то поменять то первонакрво нужно все-таки вот как раз избавиться от зависимости в контексте чужого мнения потому что именно оно чужое мнение не позволяет вам чувствовать себя свободным вы посмотрите вы все время зажаты да посмотрите вы все время напряжены потому что вы думаете кто-то о вас подумает при этом вы сами думаете о чем-то своем соответственно это говорит о том что вы не удовлетворены вы не чувствуете себя как-то вот ну как-то ценно вы не чувствуете сам себя как-то реализованным да вы не чувствуете себя сами как-то значимым вы не чувствуете себя значимым вот ну и соответственно вопрос заключается в том почему почему вот почему вам для этого нужно вот другие люди зачем а для этого нужны другие люди вот я думаю нужно исходить из этого в первую очередь так сейчас не так как я хочу это меня раздражает ну дело в том что понимаете в чем дело проблема в том что когда вы хотите чего-то вот как бы как бы когда вы говорите что я хочу чтобы было так-то 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 это 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 идет в разрез тем на что вы можете реально претендовать опять же почему так а потому что это зависит это зависит не от вас то есть то что вы хотите зависит не от вас то что вы хотите зависит от других вы свои желания ставите в зависимости от других и поэтому и возникает такая проблема у вас чтобы этого не было нужно корректировать то чего вы хотите корректировать это так чтобы то что вы хотите зависит зависит бы только от вас и вот тогда тогда проблем никаких не будем но для этого для этого нужно чтобы вы постарались чтобы вы постарались как-то как-то вот ну ситуацию изменить для себя ну как бы как бы себе на пользу понимаете это вот пожалуй то что можно вам сказать именно по тому что вы описываете по тому как вы описываете далее значит что это может быть ну это может быть невроз то есть вытеснение своих желаний это может быть это может быть довольно много данных политических как бы могли бы объяснить то что с вами происходит для того чтобы того чтобы лучше понять что с вами происходит реально нужно больше о вас информации знаете вы очень мало информации о себе предоставили вот поэтому я думаю что вот так можно именно так можно ответить на вопрос на вас и соответственно смотрите какая получается интересная вещь значит да еще на все клава цепляюсь из муки делаем слона смотрите значит почему вы делаете из муки слона да с чем это связано во-первых скорее скорее всего скорее всего из муки вы делаете слона в силу своей чувствительности ну следует считать как например неуверенность в себе то есть вас задевает что-то да вас напрягает что-то да вас и все и вы чувствуете что значит стопло стопло для вас соответственно теперь теряется уверенность в себе опять же это это связано с тем как вы к себе относитесь это связано с тем как вы себя воспринимаете если воспринимаете себя вот так как значит ну вот так как вы сейчас описываетесь то да вы такой вот неуверенный в себе человек но это вполне решаемо с этим можно справиться если вы будете работать с психологом помочь вам в рамках одного ответа на вопрос ну невозможно только если вы будете сами стараться активно что-то делать да на этом все надеюсь что помог вам если у вас остались вопросы пишите в личку буду рад помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим желаю вам всего самого доброго и удачи то что вы можете верить